Для получения полиса ОСАГО водителю не придется предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра. В России вступил в силу соответствующий законопроект. Заработал он с 22 августа, но приобрести полис по новым правилам можно будет только с 29 числа. По оценке Банка России, это позволит упростить процесс заключения договора обязательного автострахования и сделает процедуру доступнее. Ну а по мнению самих водителей, упростит им жизнь. Конечно, для легковых автомобилей это будет нормальным, потому что любой водитель, управляющий своим транспортным средством, он будет следить за своим техническим состоянием автомобиля. И что немаловажно, что сейчас, на сегодняшний момент, технический осмотр на новых автомобилей, оно все входит в гарантийное обслуживание. Водители смогут сэкономить как время, ведь только на сам техосмотр уходит в среднем час-полтора, так и деньги. Не секрет, что многие проходили осмотр автомобиля фиктивным, поэтому наличие техосмотра чаще всего не гарантировало надлежащей проверке машин. Несмотря на то, что автовладельцы восприняли нововведение позитивно, есть и подводные камни, рассказывают эксперты. Страховка без диагностической карты в некоторых случаях может не сработать. Если раньше при заключении договора страхования вы на весь период страхования были обеспечены диагностической картой, то сейчас, наверное, многие автолюбители решат сэкономить и не будут проходить технический осмотр. Но следует отметить, что в законе имеется основание для так называемых регрессных требований. Если вы виновник ДТП и в случае, если на момент наступления страхового случая у вас отсутствует диагностическая карта или срок ее в действии стек, то страховщик, выплативший страховое возмещение потерпевшему, он имеет право предъявить к вам требования о взыскании всех тех расходов, связанных с этой выплатой. Как рассказывают страховщики, регрессивные требования – популярная мера. Их и раньше часто применяли к тем, у кого истек срок действия диагностической карты. Сейчас огромная масса вот этих исков от страховых компаний своим владельцам полисов ОСАГО, у которых недействительные полисы техосмотра, или они закончились до срока действия полиса ОСАГО. И предполагается, что будет дальнейшая доработка закона, в котором уже в тексте будет указано, что право на регресс у страховых компаний, оно останется только в отношении такси и коммерческого транспорта, если не будет, соответственно, пройден техосмотр. Впрочем, уже с марта следующего года техосмотр планируют сделать обязательным, а за его отсутствие хотят ввести штраф – 2000 рублей. Однако в этом вопросе пока нет единогласия. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев, События.